Дорогие друзья, сегодня среда, 20 мая, и вы слушаете и смотрите 16 выпуск программы Утренний Соловей. Сегодняшний выпуск всецело посвящен только одному вопросу, который мне очень часто задают, но который имеет прямое отношение ко всем нам, живущим в России, даже к тем, кто живет вне России, но так или иначе с Россией связан, и думает о ней. Вопрос следующий. Почему вы, профессор Соловей, Валерий Дмитриевич, такой оптимист, несмотря ни на что, несмотря на то, что в России происходит сейчас и происходило последние годы? Я прекрасно знаю, чувствую, какие страдания, боли, муки сейчас разливаются по нашей богоспасаемой отчизне. Вот строки лишь из одного письма, которые я получаю во множестве. Это мой корреспондент Лидия из Красноярска. «Что сейчас творится в России, меня угнетает настолько сильно, что стали посещать мысли о смерти. Уже несколько месяцев в моей душе нет покоя. Я не живу, а существую. Я боюсь жить, я не вижу будущее. Я считаю себя рабом». Когда вот сталкиваешься с таким отчаянием, то вам, честно скажу, трудно найти слова, которые могли бы как-то человека успокоить, снизить уровень напряженности. Но, по счастью для меня, эти слова, для всех нас, нашел капитан-лейтенант Дмитрий Колесников, который погиб на подводной лодке «Курск» без малого 20 лет тому назад. Он оставил предсмертную записку, он успел оставить своей жене. И в этой записке есть строчка «Отчаиваться не надо». А великий русский рокер Юрий Шевчук написал потрясающие силы песню. «Капитан Колесников пишет нам письмо». Вот эта строчка «Не надо отчаиваться» выражает смысл и дух нашей истории, истории тысячелетней России, да сколько бы вы лет и не насчитывали, гораздо лучше, чем все те сотни и тысячи книг, которые по отечественной истории написаны. И смысл очень прост. Никогда не надо отчаиваться и никогда не надо сдаваться, тем более еще даже не успев вступить в бой. И это очень характерно, к сожалению, для подавляющего большинства наших людей. Мы сдаемся, еще даже не успев вступить в сражение, еще не успев почувствовать его вкус. Почему наши люди не верят в себя? На то есть две причины. Первая причина – это плен, в который нас захватывает наше прошлое. Причем наше прошлое мы нисколько не знаем, мы живем мифами о нем. Это мифологизированное прошлое, из него мы вынесли урок. Не надо ничего пробовать, не надо ничего стараться, у нас все равно ничего не получится, у нас все будет ужасно. И особенно меня лично угнетает и раздражает, не угнетает, а именно раздражает популярный миф о русских, как о нации рабов. Рабская натура – это российский миф. Он не имеет ничего общего с историей, и он, конечно же, морально и психологически чрезвычайно вреден. Если бы русские были нацией рабов, то Россия не была бы до начала 20 века, ну уж в начале 20 века особенно, практически европейским чемпионом по восстаниям, бунтам и прочим формам сопротивления. Если бы Россия была нацией рабов, то советской власти бы не требовалось держать такую могущественную организацию, как КГБ, МВД, и следить за всеми гражданами. Если бы русские были нацией рабов, то не нужна была бы Росгвардия в 300 тысяч человек, не нужно было бы такое массовое преследование всех людей, которые пытаются заявить свою позицию. Нет. Такие преследования нужны только против людей, которые не хотят и не согласны быть рабами. Итак, пожалуйста, запомните, то, что нам приписывают, ссылаясь на историю, является полной, абсолютной и законченной ложью. А приписывают нам, а это уже второй фактор, почему мы не уверены в себе, потому что это нужно власти, потому что этим занимается официальная машина государственной пропаганды, которая пытается поддерживать в нас, во всех нас, состояние выученной беспомощности. У вас ничего не получится, не стоит пробовать, без власти вы ничто, без государства вы ничто, только государство, оно вас защитит. Вы что, хотите как в Киеве? Вы что, хотите как в Париже? Не дай бог, да? Как справиться вот с этим? С этим состоянием выученной беспомощности, которую на нас наводит пропаганда, потому что вот это состояние, это ресурс страха и беспомощности, которым питается российская власть, и на котором взиждется современное российское государство. Справиться с этим не так уж и сложно. В первую очередь надо вспомнить о том, что хотя прошлое влияет на будущее, но прошлое никогда не предопределяло и не будет предопределять будущее. Прошлое не приговор. Если бы было иначе, наши бы детки никогда не научились бы ходить, а просто бы ползали. Никогда бы не научились пользоваться приборами, а ели бы, брали бы еду руками, и до сих пор бы считали на пальцах. Так вот, то, что верно для обычной жизни, совершенно верно и для истории, совершенно верно и для политики. Когда в Испании скончался диктатор Франко, то первый премьер постфранкистской Испании Адольфо Суарес произнес замечательную фразу «Никто не знает будущего, но только народ вправе это будущее написать». Так вот, это не просто красивая фраза, это не просто прокламация демократического принципа о народе как носителе власти, это принцип человеческого бытия. И смысл его прост этого принципа. Будущее можно формировать, на него можно влиять, но мы с вами и никто никогда не сможет повлиять на будущее, если в нас нет хотя бы талики оптимизма, хотя бы крошечки надежды. Любое изменение, и большое, и малое, начинается с того, что мы начинаем верить в себя. Когда мы верим в себя, в возможность что-то изменить, мы начинаем выстраивать путь перемен. Так с веры в собственные силы начинается поступление в ВУЗ, овладение любыми знаниями, строительство своего бизнеса, строительство собственной карьеры. Вот Илон Маск, замечательный пример. Он перед тем, как строить свои знаменитые ракеты, возвращающиеся на Землю, перед тем, как создавать свои электромобили, которые начинают вытеснять потихонечку автомобили с бензиновым двигателем, имел мечту и имел оптимизм. Он верил в то, что это удастся сделать. Итак, путь перемен, любой путь в будущее начинается с того, что мы с вами верим, имеем хотя бы крошечку веры, веры в себя, в свои способности создавать иное будущее, а не слепо, круг за кругом повторять то уже, что было. То есть оптимизм, само чувство оптимизма, оно является стратегией. И стратегией как в обыденной жизни, так и в политике и в истории. Так вот, обратите внимание, оптимизм это не просто состояние духа или настроения, оптимизм это стратегия. И с моей точки зрения, нынешняя российская реальность располагает к оптимизму гораздо, гораздо больше, чем год назад, два года назад, или, скажем, 7-8 лет тому назад. А сейчас веры для того, веру в то, что мы можем изменить нашу жизнь, веру в то, что у нас может возникнуть будущее, у этой веры гораздо больше реальных фактических оснований, гораздо больше. И если мы их не видим, то это потому, что мы ослеплены этим синдромом выученной беспомощности и тем мраком, который накатывается на нас. Пожалуйста, повспомните, что темнее всего именно перед рассветом. В чем кардинальные отличия нынешней ситуации? В чем коренятся семена нашей надежды, нашего оптимизма? Потому что сейчас наше общество вступает в конфликт с государством. Это звучит неприятно, но в этом есть надежда. Ни отдельные группы, ни хипстеры, ни либералы, ни коммунисты, а все общество в целом понимает, что государство, с которым мы сейчас имеем дело, не просто недееспособно, оно по своей сути враждебно базовым интересам нашего народа и нашего общества. Государство превращается во врага. Это скверно, но это реальность. Мы видим, как стремительно деградирует система управления на всех уровнях и во всех звеньях. Для того, чтобы выплатить небольшие, подчеркну, небольшие надбавки врачам, медсестрам, медперсоналу, которые пытаются остановить эпидемию коронавируса, требуются личное вмешательство президента, окрики, действия прокуратуры, Следственного комитета. То есть, эта пресловутая вертикаль власти вообще не работает. Она работает только на то, чтобы что-то у нас отбирать, отбирать и требовать, но ничего не давать взамен и не делать ничего хорошего для людей. Что очень важно, чего не было, сейчас Путин, который очень долго, на протяжении почти 19 лет был фактором стабилизации системы, а он стержнем, вокруг которого система власти выстраивается, он превращается, и все более заметно, в фактор дестабилизации. Вы видели его публичные выступления? И какие у вас возникли чувства? Это позор. Это просто позор в глазах Господа и оскорбление всего общества. То, что он говорит, то, как он говорит и то, как он держится. Ну, естественно, не только мы с вами испытываем это чувство. Глубокого, я бы сказал, окончательного разочарования в способности президента что-либо изменить и стать лидером нации в трудные для нации времена. Это испытывает это чувство элита, которая сейчас изо всех сил готовится к будущему после Путина и без Путина. Для всех нас, вне зависимости от социального статуса, материального положения, уровня образования, сейчас стоят два фундаментальные вопроса. Первый – это вопрос о наших свободах. Это не политические даже свободы. Это свобода в прямом смысле слова. Свобода ходить, ходить куда мы хотим, свобода передвигаться, свобода чувствовать себя относительно хотя бы независимым. И второе право – это право на жизнь. Вы уже видите, вы уже ощущаете, что право наше на жизнь ставится под сомнение и, к великому сожалению, вы сможете убедиться в том, что оно будет летом уже ставиться под сомнение с нарастающей силой. И все это, все это, что мы с вами переживаем, происходит на фоне низких нефтяных цен, беспрецедентно низких, на фоне пандемии, опасной болезни и на фоне беспрецедентного экономического кризиса. Так вот, такого сочетания кризисных факторов последние 20 лет в истории России, эту историю мы с вами переживали, и мы были ее участниками, такого сочетания еще не было. Страна и люди готовы к самым кардинальным переменам. Задача в том, чтобы эти перемены начать в нужное время, использовать нужные средства и главное, поставить те цели, реализация которых будет в интересах всего народа, всей нации, всего общества, а не в интересах очень узкой группы лиц, заинтересованных в том, чтобы что-то изменить, по существу ничего не меняя. Какой может быть политическая стратегия вот в этих условиях, условиях назревших перемен, я вам расскажу в следующий раз. А сейчас, по традиции, несколько строк. Но на этот раз это не античные философы, а это строки из самурайского трактата Хагакура, или «Сокрытые в листве». «Не существует ничего невозможного. Если человек проявит решимость, он может сдвинуть небо и землю по своему желанию. Но поскольку люди нерешительны, они не могут отважиться на это. Чтобы легко сдвинуть небо и землю, просто нужно сконцентрироваться». И вторая цитата. «Настоящая мудрость и храбрость рождаются из сострадания. Когда человек наказывает кого-то или стремится к чему-то, к чему-нибудь, неся сострадание в своем сердце, то все, что он делает, будет правильным и обладающим безграничной силой. Свои корыстные деяния мелочны и недостойны и оборачиваются человеку во зло. Сострадание – это движитель всех перемен. Спасибо большое за то, что вы были со мной, а я остаюсь с вами. Пожалуйста, берегите себя, своих родных и близких. В следующий раз я расскажу вам о том, каким может, должен и будет путь политических перемен. До встречи!